друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка life мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей а именно сегодняшний киношедевр уралки и сарафана да друзья мои но прежде чем мы с вами перейдем к этому моменту да моменту моменту друзья мои я хочу поздравить с прошедшим праздником ну всех я поздравляла уже с наступающим миллион раз и 6 и 7 марта и даже уже восьмого поздравляла в ночь как таки у меня был прямой эфир друзья мои который закончился за три минуты до как раз таки начало восьмого марта да мы с девочками поздравляли и вчера все друг друга поздравляли в телеграм-канале поэтому еще раз хочу поздравить всех уже с прошедшим праздником да и всем пожелать конечно любви счастья здоровья успехов и пусть самые сокровенные мечты всегда сбываются ребят пишите мне обязательно и на ютубе в том числе как вы провели свое восьмое марта я помню в прошлом году мне девочки писали я говорила то же самое я могу сказать за себя что я вчера взяла выходной день себе имею полное право да не имею такую возможность отдохнуть на восьмое марта абсолютно всего знаете для меня это был самый лучший отдых что я ничего не готовила я ничего не делала абсолютно меня мои любимые просто от всего от этого как говорится да никто у нас ничего не готовил мы поехали в гости к бабушке к родителям там все вместе встретили по встретились пообщались посидели за праздничным столом приехали домой дома как говорится ничего никто не готовил но у нас там были всяческие там вкусно вкусности вкусняшки и так далее на ночь глядя поняли что мы что-то знаете есть хотим в 12 часов ночи заказали в гурмет заказывали как раз таки роллы пиццу и все на свете сегодня смотрю мои тоже мужчины друзья мои тоже решили заказать пиццу в общем заказывали все на свете но я уже думаю ладно мамке пора уже как говорится и честь знать и все-таки запекла мясо с овощами в духовке ну я говорю для меня это самый лучший отдых когда не нужно ни готовить ничего делать абсолютно я думаю меня поймет абсолютно любая девушка любая женщина ну потому что все это у нас как говорится практически постоянные на постоянной основе ну что ребят пишите как вы отметили да я тоже писала в телеграм-канале что подарили как отмечали и так далее мы с девочками с мальчиками там тоже делились по подробностями в общем надеюсь у всех все было хорошо это самое главное ну а сейчас приступаем кстати вот о чем хочу сказать да вот очень часто говорят гали конечно надо отдыхать надо брать выходные ребятки я как раз таки имею полное право себе взять выходные но вы знаете стоит взять один только выходной потом уже выходить не хочется вот поверьте я вчера отдыхала вчера отдыхала а сегодня мне вообще не хотелось ничего делать мне не хотелось смотреть уралкин ролик я просто себя заставляла и слава богу что ее ролик был как раз таки что-то более менее интересное хотя бы те же самые термальные источники потому что если бы там были какие-нибудь растишки или какая дача я бы наверное все таки знаете прихлопнула бы это дело и смотреть бы больше бы не стало это точно ну что друзья мои ролик уралочки под названием как я провела праздничный день что хочу сказать обратите внимание самого начала выходит наша малаешка стоит друзья мои вся пухшая вся отекшая да вся без косметики вообще непонятно какая отекла так словно она колдырила несколько дней подряд а может быть и даже целую неделю об этом как говорится история умалчивает и стоит здравствуйте дорогие мои я от всей души от всей души вас поздравляю с праздником ой у нас еще 10 утра но мы поехали в путь в путь мальчишки мальчишки мои мальчики решили сделать мне подарок очень 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 хороший подарок да замечательный подарок найти я вот считаю лучший подарок это поехать в те места где тебе нравилось да друзья мои мой налог от красопета закончился а я сижу собственно в недоумении ну нет я с ней согласна что лучше конечно же провести день так как хочется провести его тебе это замечательно что они поехали в термальные источники вот только какие мальчишки уралка давай по чесноку сделали тебе подарок как они тебе могли сделать подарок когда ты самое главное скрипка в оркестре ну если кто не понял о чем я говорю я же прекрасно понимаю что прибегаются до уралки на хомяки они все-таки ведроголовые тупоголовые они не понимают ничего им приходится мне им приходится все разжевывать по десятому по двадцатому разу они ж не в состоянии так вот что я хочу сказать а если ты и зарабатываешь эти деньги на ю тубе а я хочу напомнить что как раз таки главное лицо главная героиня этого говно сериала является уралочка и она как раз таки и зарабатывает на этом контенте позоря первонаперво себя любимую и единственную поэтому уралочка как они тебе могли сделать подарок кто они обдушка он тут вообще не пришей козе рукав сарафан да к сарафан я напомню стоит за кадром да его не видно по сути за редким исключением и не слышно и получается они сделали не тебе подарок уралка в таком случае да это отдых и хорошо когда есть отдых но они не сделали тебе подарок вы выехали все вместе а это получается что вы просто сами то есть они и себе в том числе сделали этот подарок они захотели выехать покупаться поплавать да отдохнуть релакснуть но это не подарок тебе тебе подарок это твой личный подарок вот мне мои любимые мужчины преподнесли прекрасный хороший очередной телефон да там какие-то сладости ручной работы да но я конечно не кричала сладости ручной работы помните друзья мои как уралочка мыло ручной работу надо за такое бывает да 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 еще всякие разные там цветочки с мишками совсем на свете тоже прикольные ну да ладно друзья мои что я хочу сказать уралочка это не твой подарок твой подарок это твой подарок который конкретно тебе но я вчерашний ролик не смотрела а там мне уже девочки мальчики скидывали в телеграм-канал что уралочки преподнесли как раз таки колечко друзья мои понятное дело колечко было с фианитом естественно это никакой не бриллиант я не знаю кто в этот бред мог поверить да но если конечно сарафан у нас настолько богат что может себе позволить колечко за лям а то и два ляма ну конечно же в это может поверить только глупый человек да понятное дело кольцо самым обычным фианитом никакого отношения это к бриллианту даже близко не имеет это может сказать любой у кого золото полным полно всегда было и кто понимает прекрасно как выглядят бриллиант это даже у богатых и известных личностей да звезд нашего шоу-бизнеса зарубежного у них это бриллианты размерами поскромнее да да ну да ладно друзья мои все понятно я что еще хочу сказать а сейчас я хочу обратиться друзья мои а я знаю что они сидят и прибежали в первых рядах ау кошелки уральские ау ведроголовые тупоголовые уралкины обожатели хомячихи ну чё те самые дуры кликуши которые бьют себя кулаком в грудь друзья мои которые за сяфку которые за уралку готовы сражаться да бить себя кулаком в грудь рвать тельняшку на своей хилой груди ну чё выкусили поздравил вас сарафан в начале ролика поздравил не даже не собирался вас кошелок и дур поздравлять вот так вам и надо они бегают сафарчик сафарчик с двадцать третьем тебя да он зигует да у нас скромно оскорбляет славянских девчонок они ой да подумаешь там да ой да боже ребят какие же они вот я грю просто тошно на них смотреть ну что я вас поздравляю в очередной раз об вас сарафан вытер ноги я вас поздравляю уральские кошелки вы действительно кошелки вывод по жизни кошелки чего я вам желаю я всегда говорю я никогда в жизни никому ничего плохого не желаю даже не говорю не произношу не потому что я святая нет я обычный человек а потому что я понимаю что мои речи мне на плечи но я вам желаю вот таких вот сарафанов и вам и вашим дочкам и вашим внучкам вы же кричите что они самые лучшие вот вам этих сарафанов пусть сядут на шее вам вашим дочкам вашим внучкам а вы будете тащить этих товарищей да ну что ребята короче уралка там всяко разно всяко разно поздравляла своих фефочек а сарафан промолчал я сразу хочу сказать я не смотрела этот ролик до конца потому что я всегда делю ролик на несколько частей делаю несколько обзоров но еще раз хочу сказать что да у них был там какой-то ролик где они там поздравляли там это мне девочки вчера говорили но если ты вышла да ты вышла как говорится и ты говоришь что у нас сегодня 8 марта вот он должен был с тобой стоять вместе она говорит ой он пошел там на стоянку я там здесь он там здесь не так должно было быть могла и ты добрести до этой стоянки ребят просто все очень просто они наверное живут скорее всего в разных домах да но в любом случае и он должен был подойти к ней и встать вместе с ней и поздравить да еще раз ну что кто-то скажет ой они уже выкладывали совместные там коротенький ролик где поздравляли с 8 марта и что я поздравляла и 6 марта с наступающим да я и 7 поздравляла четыре раза выходила в обзор и три раза поздравляла да я в телеге поздравляла бесконечно за все это время меня может быть столько не поздравляли сколько я поздравляла своих зрителей я сегодня вышла и поздравляю тех кто может быть все эти моменты не слышал да и сегодня поздравила сарафан а что с ним бы случилось если бы он поздравил ничего я понимаю что у них был ролик отдельный где они поздравляли но все-таки здесь он тоже должен был выйти и поздравить в общем кошелки уральские как всегда обломались да зато они сарафану как всегда вылезали весь зад ну что ж как говорится какие сами такие и сани далее друзья мои уралочка рассказывает что поедут они на термальные источники а сарафан пошел говорит на стоянку ну что подъезжает машина и уралка со словами я говорит гружусь ну оно и понятно друзья мои такой груз как говорится столь ценной груз приходится и и действительно туда видимо запихивать по полной программе сама она туда просто так не влезет ну а далее а далее друзья мои уже конечно же приезжают они на термальные источники а я смотрю ребята а я смотрю а там вы знаете у нас отекшая и опухшая не только уралка но и обдушка весь заплывший уралочка вы его чем там кормите нет я прекрасно понимаю что как раз таки от избытка углеводной еды вот когда переизбыток углеводов когда огромное количество мучного вот тогда как раз таки вот эти вот все отеки это ужас ребят обратите внимание как выглядел обду это действительно ничего хорошего но друзья мои наша мало ешка не успев войти как раз таки в здание друзья мои в помещение тут же наша непоющая да да заприметила шампанское да хочется праздника уралочка я так поняла что ты халибанула причем халибанула наверное еще до поездочки но в общем выглядела она конечно же просто что-то чем-то далее уралка демонстрирует уже бассейн показывает обдушку показывает сарафана ну и собственно всех окружающих людей которые тоже благодаря благериться друзья мои попадают в кадр да да что то она не кричит что она крыса и снимает других людей как это она орала на других людей которые снимали балкон и в том числе ее балкон который попался там в кадр так вот снимает она сарафана сарафан в белом халате друзья мои да да надеюсь сарафан пятки свои оттер или так и полез в белом халате но с черными пятками а собственно почему чё бы и нет правильно уралочка да далее друзья мои не успела ню а залезла наша красопета в бассейн залезла и вода из берегов практически вышла но она как всегда говорит ой я плавать не умею я как поплавок туда-сюда ну да друзья мои поплавище я бы сказала уралочка ты знаешь а действительно плавать не умеешь на греть смотри как я всплываю показывает как она своей огромной пятой точкой всплывает наверх уралочка ну да действительно говно как говорится она не тонет далее сарафан начинает возмущаться о том что несколько раз сказал пахнет хлоркой пахнет хлоркой она ну что ж надо же дезинфицировать ну да друзья мои особенно учитывая тот момент что туда пускают абсолютно всех без справок без каких-то документов я смотрю да уралочка с огромным количеством кожных заболеваний лезет в места общего пользования и сколько там таких людей как уралочка я действительно считаю сарафан что это хорошо что там конечно же все это дело дезинфицируется но сарафану что-то не нравится далее уралка говорит да уралочка и потом ищи свищи тебя нажрешься шампанского побежишь куда-нибудь куда глаза глядят начнешь устраивать какие-нибудь танцы джин 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 да друзья мои или запоет там черный ворон черный ворон напугает всех людей все сбегут как говорится может быть да уралочка у нас может и могет далее друзья мои не успела наша малаеха залезть в бассейн как тут же побежала понеслась нам показывать бар да потом кричит ой ой пойдемте пойдемте в сауну вы знаете ну и что показывает я говорит сегодня в паре у да у меня все прикрыто вот говорит там всякие разные писали про меня а сегодня у меня все прикрыто ребят а я смотрю на уралку и мне хочется ей сказать уралочка чтобы прикрыть все твои жировые складки ты знаешь нужно накрыть себя с головы до ног прям какой-нибудь простынью или огромной огромным количеством ткани и тогда все поистине будет прикрыта ну что друзья мои опять очередное купание купание синего слона состоялась они опять значит в бассейне вместе с сарафаном вместе с обдушкой она прицепилась к обдушке говорит скажи скажи поздравь там с днем рождения ой ой с восьмым мартом зрительниц скажи скажи уралка а чё ты к обдушке ты прицепилась чё ты к нему цепляешься ты сарафану своему скажи ты же говоришь у нас сегодня 8 марта да какого черта ты не цепляешься к сарафану не говоришь он же у тебя как раз таки твой этот товарищ да по несчастью почему же он 8 марта как раз таки не поздравляет тебя а вернее твоих зрительниц в кадре ну да друзья мои об этом история умолчивает продолжение следует